Всем привет! Меня зовут Авраимка Сергей, я теолог первого курса факультета теологии. И сегодня я хотел бы поделиться с вами своим опытом с Богом. Этот опыт у меня произошел ровно год назад. Это был октябрь 2020 года. Я тогда учился тоже в Заокском в 11 классе. И в тот момент у меня была одна проблема, и я не знал, как эту проблему решить. По поводу этой проблемы я молился Богу, но я тогда больше чувствовал, как то, что я молюсь, но моя молитва дальше в потолка не проходит. Я не чувствовал то, что Бог ее слышит или пытается как-то ответить на нее. И так прошло где-то, наверное, недели две. И, ну, для меня это была проблема достаточно серьезной. И, ну, если не в решении, но я тогда почувствовал, что мне нужна хотя бы, наверное, какая-то поддержка. Но я не знал, с кем поделиться с этой проблемой. Потому что, ну, в плане каких-то личных переживаний я достаточно закрытый человек. И в тот момент я не знал, как мне поступить. И когда прошло, наверное, еще недели-полторы, это для меня уже было остро необходимо с кем-то поделиться, но я не знал с кем. А молитвы, ну, все так же никакого успеха не приносили. И однажды, вот, под этим настроением я прогуливался вечером. И мне пришла мысль, а почему я не могу не помолиться с Богом, а вот как с простым человеком с ним поговорить. И я подумал, что, может быть, это мне и поможет. И я поступил следующим образом. Я пошел к себе домой, встал на колени и начал молиться примерно так. Боже, я хочу с тобой поговорить. И я хочу назначить себе встречу. И завтра в 8 вечера я буду тебя ждать на качельках у озера. Аминь. И я тогда по вечерам обычно планировал весь свой предстоящий день. И вот в тот вечер я распланировал следующий день так, чтобы в 8 вечера я точно был свободен. И что я точно приду. И на следующий день я заранее собрался и вышел. Ну и иду к качелькам. Я помню, что в тот момент это было очень странное ощущение, когда ты понимаешь, что идешь. И сейчас тебе нужно будет не вот стандартную молитву говорить, а попытаться с ним общаться, как с простым человеком. Но при этом не получая какого-то ответа. И это было странно. А как начать? А как продолжить? А как это вообще все будет? Я иду. А когда я еще в том году, всегда, когда у меня были какие-то личные размышления, я любил наушники включать музыку на заднем фоне. И я решил включить любую попавшуюся музыку мне на телефоне. И так совпало, что в тот момент я включил музыку, песню, смысл которой был то, что с Богом я могу быть самим собой. И что только Ему я могу открыть полностью свое сердце. И в тот момент это, ну я до сих пор так считаю, что в тот момент это просто была поддержка от Бога в тот момент. И вот я дохожу на качель, сажусь, ну уже восемь часов. Я не знаю, как начать, там немного посидел, подумал, ну и как-то начал. Сперва это было очень неуверенно, но я начал пытаться сидеть и не сразу приди к моей проблеме, я начал рассказывать, как прошел мой день, что у меня было хорошего, какие у меня сейчас переживания. И чем дальше я говорил, мне становилось все легче это делать. И в тот момент я чувствовал то, что у меня не куда-то упираются мои слова, а что Бог их слышит. И, ну тогда уже был вечер, стемнело, я уже встал с качелек, пошел уже вокруг озера и иду, просто общаюсь. И периодически во время моего общения я ему задавал вопросы, которые у меня в жизни тревожат или делился какими-то моими проблемами. И так я, наверное, минут 20 просто вслух с ним разговаривал, но при этом ответа не получал. И тогда это такое особое ощущение было, что когда я уже вроде закончил, я уже не знаю дальше, что говорить, но как-то не хотелось уходить, потому что я такой чувствовал, скажем так, связь. Ну, у меня на завтра надо уроки делать, ну, там в комнате прибраться нужно было, ну, мне нужно было идти, ну, и я сказал Богу, ну, пока, мне пора, и пошел в комнату. Ну, а мне в комнате там, насколько я помню, это была пятница, мне нужно было прибраться. А, ну, во время приборки я тоже любил что-нибудь включать на заднем фоне в наушниках. А в тот момент, когда я пришел, выключила свет в общежитии и в ютубе, в интернете что-то включить я себе не мог. Я решил залезть себе в галерею, в телефон и найти, может, у меня какое-то там видео есть или какой-нибудь фильм скачанный, потому что у меня тогда было парочку. Я увидел, обратил внимание, что у меня в телефоне есть одна проповедь Александра Лисичного. Эту проповедь мне мама скинула на тот момент еще год назад. Примерно, кстати, тоже ровно год назад она тогда скинула. И я весь этот год эту проповедь не слушал. А в этот раз я думал, а почему нет? То есть мама мне ее скинула давно, могу и послушать. Пока я прибирался, включил ее. И так совпало, что вся проповедь была посвящена ответу на один из моих вопросов, который я Богу задал примерно полчаса назад. И в этот момент это тоже такое интересное было чувство, что мама мне эту проповедь скинула год назад. Год назад я не обращал на нее никакого внимания. И именно в этот день я ее включил и получил ответ на один из моих вопросов. Но на тот момент, как оказалось, это было только начало. И сейчас я уже точно не вспомню, что происходило дальше, но я точно помню, что на протяжении всей недели те проблемы, которые у меня были, которые я озвучил Богу, и которые я ощущал, что это серьезные проблемы, они как-то очень плавно, чуть ли бы не сами собой решились. А те вопросы, которые я Богу задавал, посредством общения с некоторыми людьми, посредством некоторых ситуаций я получал на них ответы. И самый последний ответ на один из этих вопросов я также, помню, получил ровно через неделю в пятницу вечером в Скайдоме. Тогда я проповедовал пастор, и опять же так вышло, что вся проповедь пастора была посвящена ответу на один из моих вопросов. И хоть это прошло год назад, я до сих пор помню, кто проповедовал, о чем это была проповедь, и именно при каких словах я понял, что это является ответом на мою, даже не на мою молитву, а на мой разговор с Богом. И сейчас, ну я знаю то, что есть достаточно много людей, которые считают то, что в наше время молитва это скорее формальность, их что-то ненужное. И я бы хотел этим людям пожелать, что скорее всего проблема не в Боге. Бог вас слышит, и Он хочет вам ответить. И я бы вам посоветовал, может поступить по моему примеру, назначить встречу с Богом и просто с Ним пообщаться, рассказать, что вас тревожит, в чем проблема. И уже основываясь на своем личном опыте, я могу вам сказать с точностью, что Он вам ответит. Может, конечно, не в первую неделю, может этот процесс займет дольше, но Он вам ответит. И я вас призываю просто попробовать это сделать.